Сегодня 1 сентября, стоит пораньше, еще до 4.40, раньше ложусь, я пришел поговорить Вам кто-нибудь в жизни говорил когда-нибудь, теперь вы сами задумывались, почему я настаиваю, чтобы шторки были плотно закрыты И вот их бы не было здесь, я настаивал, Галина Алексеевна, есть, которая шила, я браковал некоторые, они узкие Считаю, что должна быть ниже подоконника, вот это вот, вот как она есть, показать, и сантиметров по 20 с каждой стороны, шире Чтобы закрыта была абсолютно плотно Вопрос, вы когда-нибудь задумывались об этом, себя спрашивали? Ну вы сами говорили, зачем? Что я говорил? Зачем шторки-то закрывать плотно? Ну ты сразу открыть коротко, важно это или не важно? Закрытые шторки, важно это или не важно? Важно А зачем вообще шторки нужны на окнах? Ну что-то не видно было, что внутри-то происходит Ну сегодня говорят, на втором этаже, как-то у Татьяны Капустины было, но там на втором этаже нет Я говорю, выключи свет, выключилось свет, шторок нет, вот смотри Сосед прямо, ну поворот вот так вот у ней дом, там стоит, прямо в окно смотрит Причем, ой, да как так, я его не видел Однажды у них мы были, наша Валентина Конева, дочка у нее Заходим, она там переодевается, я говорю, а почему ты его не закрыла, ни шторки? Да никого там нету, никого нету, выключи Выключила, прямо напротив окна стоят четверо ребят А у них коридор дальше, дом там, во дворе как бы далеку Да откуда они? Никогда не было Я говорю, Надежда Васильевна, ты закрывай шторки Да окна застыли, ничего не видно, а у нас как раз колонка Никитина 137 в квартире один Выключил свет опять, приседите, выключил свет, а там набирают воду А внизу протаяло окно и стоят вот так в окно смотрят Тебе это надо? Понимаешь, в ман он не верен Господь бы не указывал, ман, ну шторка, это ни окно, ни дом, шторка Я рассказывал, когда рассказывал, это в газете «Угудок» было, упырь Он убивал семейство, после на докторах показал, а как-то узнавал А я проходил, что-то нет, я все видел, приготовился заранее, вижу окна раскрытые В окно входил, ничего не было, кирпич обыкновенный Первым делом убивал мужчину, а с остальными легко расправлялся В этом помещении, вот у Володи Фащенко, он хозяин здесь Восемь окон Давайте сейчас по порядку пройдем, посмотрим Начнем, ну, со столовой Со столовой, кухня, и где Володя живет Ты тоже заходишь, обращающим они нет Одна же я увидел, окно открыто, шторки ни одной нету И смерть горит, и я прибежал, тут уже легли спать, помнишь? Да Галя тут все вышли, она и прочее То есть вы не приучены Из-за рели меня вот тут он спросил сказать Вот вы говорите, а вы надеетесь, что будет лучше, я скажу, нет Надежды никакой у меня нету, но я не виновен Я буду долбить и долбить, а почему нет надежды? А потому что не брежда То есть вам это все равно, с детства вас этому не приучили, а сами не желаете Меня с детства не учили, как жить в Латвии Но я приехал, я еще дорогу узнавал обычаи этого народа Уже узнавал их слова, достал слова, книги Бригаду с латышами Через три месяца я уже с ними был как свой А они, националисты, они такие, как куда пройти, показывать вот так вот, туда или сюда, куда идти Я скажу, неправда, это очень хороший народ И вот литовцы такие же А они там, лесные братья Да вы довели до этого Эстонцы Ну, прибалты называют их Я опровергаю это мнение, что они такие ненавистные и проще Это бытует мнение Они ненавидят русских Они ненавидят не русских, а всю вашу небрежность, безобразие Господь не зря говорил о том, что закрой дверь, когда молится, тебя чтоб не видели Ну, давай начнем с этого окна Штурка сделана хорошая Смотрите Ну, на прозраще Мы видим, что там лежит А, выходит мне этот материал А он уже был, матушка подарила Махнула рукой, ладно, здесь не спят И тот, другой, ну, это не шторка Это ситы, решето Можно и стюля сделать для виду Дальше смотри Подоконник выступает А раз он выступает, это означает, что здесь всегда будет щель Но когда она дальше 20 см Он дальше, ну, трудно видеть уже То есть оно видно Поэтому здесь, где подоконник выступает И он уже вот так вот задвинул И прижать, все Все, а теперь она зажала полностью Теперь смотрим Вот Вот Эта шторка уже Лучше Там многое не видно Здесь она Достает Один раз, проверь Здесь Убрать это Ага, вот она открыта Вот она должна быть так Снова Проверим Вот Вот Это вот я не люблю Дергать Люблю, когда прибитая Вот так же из этого видно Не сделали То есть Брыковка Вот Всего ничего Вот Только задвинем Вот так вот Один раз Если вы не пользуетесь Все Она не отодвигает Ниоткуда не видно Вот Пожалуйста, после меня проверьте Но про это я и не говорю Все, ребята Второе Подойди сюда Поближе Нижняя Закрыта Хорошо А это так Махло рукой Можно было дальше Вот так Раз ты тут пользуешься Да, можно А можно тут было так Прижать чем-то Можно Это сделано было? Не сделано А почему? С детства приученный Беспризорник Вот она Виде Разве совесть Теперь везде сюда Третья Тут похоже Ты сидел Ну а у тебя говорить не надо Байдан Вот она У тебя что туда идет? Мешает это? Да Вот Вот Теперь полностью открыто Вот это вот у тебя здесь Вот она здесь Не задевай Глядь На четверть не доходит На четверть Как посмотрели Теперь я это убираю Гляди А раз на четверть не доходит Там вообще открыто И потом закрыть Вот это вот Не стоит Ни копейки Почему? На подоконник подниматься каждый не будет Проходит Нет и прошел мимо Что нужно сделать? Раз подоконник выступает Он как раз создает это Один раз делает На это потребуется тебе Одна минута Окно Одна минута Полностью закрыто Договорились? Договорились Дальше идем Ни одного окна пока Нормального идет Вот так еще чуть-чуть Смотрим у Володи Это комната личного характера Смотри Все надо как подоткнуто Нигде ничего нет Я потихоньку поднимаю Гляди Гляди Тата как раз контрольная Сильная Как вот так вот Ну тебе не трудно было глянуть Она не закрыта Совершенно То есть ее нету Она что есть что нет Почему? Если она в одном месте Делает прорыв То разве ты дальше уже нету Целая Это я видя целая Теперь я той стороны смотрю Как? Точно так же Ты мог закрыть? Это спальня Дальше заходим сюда Люди А тут говорить не надо Это за дверь идет Ладно Подоконник Вы не учитываете Так Теперь иди сюда Зайди Гляди С той стороны Открыто Шторка роли уже не играет Щелоку достаточно щель одна Здесь То есть Ну Хотя маленько Это же можно было Вот подвинуть Она опустилась А за шторка Наложили тут пузырей разных Подоконник сделали Складом каким-то Ну может даже Ладно пусть будет так Ну вот это вот Можно было сделать И там подвинуть И здесь тоже сдвинуть Вот И Чтобы из-за подоконника Не вылазило А здесь Отсюда посмотри Вот отсюда От двери Да видно было уже Ну видно все Так это мы Не одно окно Смотрим Вот оно Теперь иди дальше Специально Не надо никуда идти Здесь на 20 сантиметров И там открыто То есть шторки нету Так Осталось два окна Я не знаю там первая шторка есть или нет Я просто наклонился Вот оно где Там отшиблено Ничего не увидит А тут видно Вся комната уже на виду Из восьми окон Только одно И то под сомнением С детства не учили Я говорю Как это важно И когда У меня на квартире Кто-то поселяется О Посыпалось Поселяется Упали помидоры Что-то там Я составляю договор В договор Включают шторки То есть живет человек Бесплатно Шторки закрывают Чужих не приглашает И не разрешает Пока я не разрешу Сейчас Увезли Наших Потеряевских В Барнаул Я их проверю все Как они живут Кто на квартире у Татьяны Там были Там соблюдают Глядят Понятно? Понятно Меня не бой Запомнить прошу это Это очень важно А как важно? Война Затемнение называлось И если у тебя открыто И ты включил свет И с улицами видать Это рассматривалось Как пособищество врагу Где бомбить город То есть Тебя могли к стенке поставить А то и на месте шрепнуть Вот показано Как где-то они разведчики У них плащ-палатка Как они тщательно закрываются Где-то в ямке Плащ-палатка И начинают Мы ехали дорогой Фонариком светить на карту Где идти Мы точно так же Опоздали Не могли сойти Не можем выйти Нас запечатали Там Пробки Выехали из города А теперь останавливается Уже темно Ужин приготовить Мы палатками отгородились Палатками Растянули палатки На ветках Внизу Маленький костерок Чуть-чуть Чтоб нигде С дороги не было видно А бы делали бы они это Если не настаивали Конечно нет Навыков практически Ни у кого нету Надежда Васильевна Как правило там Даже в Барнауле Зайдусь обидно Шторка Как попало Стучу Зачем открыто Ой я как-то не заметила Ну как не заметила Это жизнь может стоить Все видят Одна старушка там ходит А чего ее не давануть то Где-то Понятно? Да Понятно Вы принимаете что я говорю Или упор Не видите Не слышите что я говорю Принимаем Я об этом говорил раньше Говорили Говорил А я хочу чтобы ты говорил Это Не я Вот представь себе Я нахожусь У Еремеевой Где я обратился А уже проходит около месяца Они меня угощают Поели На столе остались что-то Хлеб лежит Хлеб Отрезанный Кусочек Я его беру Вот так хлебом Хлебом Затер все Она говорит Что это такое Уж Как они там Какие они Ну тут А у нас так На корабле Куском Затер Забор Чайки тут летают Они съели Все Какие чайки Даже Вот пожалуйста Это я И где я научился Там среда Дома я не затирал хлебом Я крошки с полу подбирал А научили Это очень легко Раз И со стола чистой И кусочек И щайки наелись Я сижу В другой комнате Приехали Кальмаев А то Кальниев Запомнила же мне это Мать и ребенок Он В каком-то классе Пятом Но высокий такой Ростом И с отец А я там сижу В другой комнате А там кухня Да ладно Пускай Не доедает Видимо он Первый доедает А второе налью И слышу Мать говорит У вас скотины нет Мы просили благословения на пищу Куда ее девать Да ладно Вылим Мы не имеем права ее выливать Пусть доедает Да если мы И второе не нужно Я сижу считаю Я сразу себе накрутил Это шестьдесят второй год А сегодня семнадцатый И считай Сколько это лет? Пятьдесят пять получается Оооо Я научил тысячи людей Доедать Первое Затереть чашку Съел не надо Сколько налили Пока не трогал Не хлебал пока Скажи Отлейте мне Или покажи как у нас половина Я тысячи людей научил Почему? Другой период начался в моей жизни Каждое слово От кого бы я не слышал Я слышал Один раз прочитал Василия Великого Всякое животное Наклоняется к пище А человек подносит себе Значит как же Чтобы не капало На кусочек Закрыть стало не заваляется Я вкусил Ты знаешь это в порядок Я иду мимо ресторана Все до одного Их никто не учил Все до одного Чашку обхапывают И ест еще чашку Это мучить не надо Это животное Это скотина есть Все Не облакачивайся на стол Сераха говорит Стыдись Все Дальше я говорю Сам решил что облакачивайся И кисти в руку Дальше нет В лагере 45 лет Сколько я научил их А тогда было в среднем 108-109 человек Никто не мерил Каждый год 108-109 108-109 Это потом все После перестройки съехало То есть один раз И теперь я понял это умно И это очень хорошо Понятно? Да Все Урок окончился Тринцент 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 Тринцент